Есть вот эти, значит, гланды. В гландах есть так называемые лакуны, очень красивое название. В этих лакунах скапливаются пробки. Вот прямо про механику расскажите, что это за лакуны такие? Почему от них скапливаются пробки? Пробки — это же еда, всякие там конкременты. Это первый миф, то, о чём просили рассказать, есть ли мифы о танзелите. Самый основной, пожалуй, миф — то, что люди по недомыслию, так скажем, считают, что пробки в миндалинах — это еда. И мне кажется, что отчасти когда-то этот миф породили сами врачи, к сожалению. А что же это за пробки такие? Значит, правильно, это называется казиозный детрит. Представьте себе, как будто бы миндалина выбраковывает, то есть миндалина как вратарь, она должна хватать мечи или шайбы и должна их утилизировать. Но если вратарь их отдаёт, да, опять игрокам, то миндалина эту инфекцию, как правило, бактериальную, должна утилизировать. А если она это не может делать, то она является накопителем. То есть миндалина рассматривается как клетка-мишень, которая накапливает, накапливает, накапливает себе эту инфекцию бактериальную в большом количестве. Функция самоочищения иногда говорят, что она есть в нёмных миндалинах. Это отчасти правда. Другой вопрос, что эта функция ослаблена. Когда работают мышцы-сфинктеры, мышцы-сжиматели, сжиматели-глотки, то тогда эти казиозные массы должны выходить наружу. Ну, как бы должны выдавливаться и выходить. И мы их проглатываем. Это совсем небольшое количество. Но на практике, если уж пробка сформировалась, называют её ещё тонзилстоунс, если по-английски, или тонзилитные камни, есть такое понятие, то она не может выйти. Она сама по себе воспаляет нёбную миндалину. В волокуне, то есть на выходе пробка стоит в распор, выйти не может. Следующее, то, что скапливается, а новые накопления формируются у основания нёбных миндалин, не как серная пробка в ухе, которая уже на выходе из нёбной, на выходе из наружнослухового прохода, а именно у основания. И, соответственно, блокировка произошла уже. Новые массы выйти не могут. Миндалину раздувает прям в буквальном смысле. Токсическим действием обладает вот этот вот казиозный детрит, эти пробки. У пациента развивается такое состояние, как тонзилогенная интоксикация, интоксикационный синдром. У пациента начинается слабость, вялость, усталость, аденомия, снижение работоспособности, нарушение сонливости, перебои в работе сердца, аритмии, экстрасистолы. В общем, все 33 удовольствия в прямом и переносном смысле. А люди думают, что это, я мысль не потерял, а люди думают, что это всего лишь навсего еда. Но я же ел сегодня белый хлеб, кусочек ел, так вот она у меня осталась. Нет, 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 нет. Это не оно. Конечно.